что за чудный день дорогой зритель помимо замечательной погоды есть еще одна вещь которая не может не радовать bitcoin как бешеный бык рвется вперед и вверх пробив таки отметку в 60 тысяч долларов и на момент подготовки этого выпуска не собирается откатываться вниз в какую-либо коррекцию а еще сегодня итоговый выпуск этого месяца потому что через два дня мы с тобой встретимся уже весной 1 марта и в связи с этим сегодняшний выпуск будет не совсем обычным самом конце тебя ждет небольшой бонус короткой истории относительно гарри генцлера и всплывших подробностей относительно его темной души но давай по порядку поэтому сегодня в выпуске сети эфириум ожидается важный апгрейд основатель chain link в интервью блумберг тв назвал и те в поворотным моментом для биткоина хардфорк апгрейд кардана уже на горизонте и завершить наш сегодняшний выпуск обзор рынка от джорджа танго более известного как крипту зарос оставайтесь с нами и так эфириум фаундэйшн успешно запустила в тестнете апгрейд дэнком в ожидании запуска апгрейда сети эфириум дэнком эфириум фаундэйшн подтвердил успешную активацию обновления в тестовых сетях по состоянию на 27 февраля фонд также объявил что обновление дэнком будет активирована в сети эфириум 13 марта в 8 часов 55 минут утра по восточному стандартному времени если вы внимательно следите за нашими выпусками то вы знаете что в себя включает апгрейд дэнком это целая веха развития эфириума которая помимо прочего привносит в сеть оптимизацию размеров хранения информации что прежде всего направлено на ускорение количество транзакций в секунду также это значительно ускорит и решение второго уровня но самое главное в этой новости заключается в том что развитие проекта идет в четком соответствии с дорожной картой а все предыдущие реализации шли достаточно гладко с большой вероятностью это один из факторов того что данная криптовалюта агрессивно растет наряду с биткоином оставляя позади себя так называемые альткоины и хоть с одной стороны эфир сам по себе является альткоином последнее движение цены данного актива жирным шрифтом выделяет его из общей массы в общем эфир вперед продолжает наш выпуск интервью соучредителя чен линк сергея назарова где он рассказывает о том почему и tf являются поворотным моментом для биткоина короткое выступление которое вы не имеете права пропустить говоря о текущей ситуации и о том что мы достигли самых высоких уровня биткоина с конца 2021 когда мы находились рядышком с вершиной бычьего рынка который как мы знаем довольно быстро перевернулся в глубокий медвежий рынок из которого мы вышли если уверенность в том что в этот раз мы удержимся и не упадем что отличает текущий момент от того что было несколько лет назад келли спасибо что пригласила исторически исторически данный процесс эволюционировал так что новые покупатели вызывали все более широкое распространение и рост рыночных циклов поэтому я думаю что вопрос звучит так кто в данном и рыночном цикле является новыми покупателями и ответ это глобальная финансовая система что является очень и очень большой группы покупателей bitcoin и те является всего лишь начальным предложением позволяющим глобальным финансам по сути инвестициональным компаниям платежным компаниям направлять капитал в сторону криптовалюты сторону биткоина в соответствии с правилами которые позволяют им себя чувствовать комфортно и действует соответствии с их точки зрения управления рисками поэтому я думаю что если посмотреть на на итоговый новый чистый рынок открывшиеся через такие инструменты как и т.ф. и осуществить простую арифметику то даже с учетом консервативного расчета мы увидим что остается очень много места для притока капитала не только в bitcoin и теф но и теф по другим криптоактивом и на мой взгляд это лишь только начало потому что следующими стадиями являются токенизация активов когда банки видят притоки этих активов и начинают создавать активы соревнующиеся с и теф или забирающий часть их актива сергей таким образом ты считаешь что с учетом того что и теф продукты теперь доступны является ли это поворотным моментом в цикле распространения да я считаю что это поворотный момент когда крупнейшие топ-менеджеры активов и многие другие управляющие активами получили достаточный уровень комфорта работы с активами и положение регуляторов отношения этих активов позволяющими ими работать со структурированными финансовыми продуктами то это определенно поворотный момент и скажем если бы вы поговорили пять лет назад с людьми насчет этого они бы крайне сомневались такой возможностью поэтому данный поворотный момент по сути является дорогой очень крупного рынка для доступа к криптовалюте и размеры такого рынка я думаю даже не в полной мере понятная среднестатистическому покупателю и даже некоторым институционалом так как он огромен поэтому да это поворотный момент и это глобальный финансовый рынок который становится частью криптовалюты и блокчейна в том виде которого раньше не было вау как сильно сказано но при этом ничего сверхъестественного он сказал то как все на самом деле и выглядит это именно то о чем мы в ньюсблоке говорили месяцы назад и хоть ситуация и звучит и выглядит очевидной осознать а главное поверить в это действительно сложно так что движемся дальше осторожней чем и смотрим как развивается ситуация ведь произойти может все что угодно а этим крипто рынок и интересен идем дальше кардана запускает апгрейд плутус версии 3 расширяя возможности разработчиков кардана плутус в 3 предназначен для расширения функциональности смарт-контрактов согласно плану запуск должен состояться в первой половине 2024 года чтобы собой ознаменовать значительный прогресс в инфраструктуре и возможностях кардана согласно объяснению чарльза хоскинсона на твиттере кардана плутус в 3 имеет решающее значение в революции децентрализованных приложений diaps в сети особенно с точки зрения его совместимости с другими блокчейнами далее идут подробности данного апгрейда включающие различные оптимизации и вот тут и начинается самое интересное чтобы тебя дорогой зритель не грузить всеми подробностями скажу основную выжимку данный апгрейд отчасти перекликается с апгрейдом денком сети эфир о которой мы говорили в начале выпуска таким образом сеть кардана также преследует оптимизацию сети второго уровня а главное помимо увеличения пропускной способности транзакции в секунду апгрейд включает задачу интер операбельности между блокчейнами да все верно речь идет про нативный бридж между различными блокчейнами включая сеть эфириума а еще если ты внимательно смотрел наши предыдущие выпуски кардана идет по пути максимальной децентрализации управления то есть дао постепенно шаг за шагом передавая управление комьюнити и уходя от управления фондом в общем имеем это в виду и ждем результатов потому что если все получится кардано может стать пионером в децентрализации управления сетью что определенно повлияет на стоимость данного актива надеюсь что в положительную сторону главное не забывать что время все расставит на свои места а это не финансовый совет и завершает наш с вами сегодняшний выпуск аналитика рынка от джорджа танго более известного как крипту зарос и учитывая что биткоин все лезет выше и выше вызывая жуткая сплошную фома приковав к себе все внимание всех расскажи нам джордж что-то действительно важное и по-быстрому окей понял по-быстрому только лишь за вчера фонды и те в купили биткоина в количестве 9163 при этом майнеры на май не лиза и тот же день всего 900 ребятки несложно понять что разница в 10x до минута молчания помните мы говорили с вами о шоке предложения вот он эта реальность у нас уже не хватает биткоина а после события халвинга это количество уменьшится до 450 а покупательская сила и вероятно будет продолжать расти до 12-15 так что после халвинга этот гэп то есть разница будет только лишь больше и еще кое-что ребятки хочу вам сказать дисциплина не хватает розничным инвесторам и это повергает меня в шок по мере того как биткоин продолжает невероятно расти все выше буквально каждый божий день у нас многие ритейл участники рынка продолжают продавать они продают и вы только посмотрите на график сегодняшних точнее вчерашних данных где по каким-то причинам они очень крупно продают посмотрите те у кого от 0 до 1 биткоина от 1 до 10 от 10 до 100 биткоинов но те кто не продают это от 100 и выше биткоинов и в итоге за последние 30 дней 32194 биткоина было продано у маленьких ритейл инвесторов а 600001 биткоин был куплен китами институционалами это почему розничные инвесторы продают свои биткоины я не имею ни малейшего понятия это нелогично абсолютно может быть они продают чтобы закупить альту единственное что мне приходит на ум в противном случае я вообще не могу объяснить причину почему розница продает что ж джош большое тебе спасибо за обзор и позволю добавить от себя что у меня есть некоторые мысли насчет того почему розница продает да потому что она бедная натерпелась покупая на предыдущих хаях и для многих это боль до сих пор не прошла так что при первой возможности уйти наконец-то в плюс они продают но потом поняв что биткоин не остановить они будут испытывать чудовищная фома и продолжат закупаться на хаях и это не поменять потому что таков путь при этом я больше чем уверен что уже скоро в наших новостях мы будем говорить о том как майкл сейлор успешно закупил очередную партию биткоина но не буду забегать вперед ведь время все покажет а расскажу про гарри генслера помните разговоры информацию о том что он пытался устроиться в binance мы знаем что его не взяли но вот теперь стало известно почему и это дорогой зритель бросает еще большую темную тень на его и так темную репутацию так вот по данным инсайдеров binance уже тогда знала о тесных связи генслера и сэма бэнкмана фрида более того уже тогда было известно что действия сэма бэнкмана фрида вызывают множество вопросов и ставят под сомнение его упорядочность но самое здесь главное в том что похоже и генслер об этом тоже знал и можешь ли ты себе представить дорогой зритель как сильно сейчас под этим человеком горит его кресло ведь если ты помнишь и внимательно смотришь наши выпуски сейчас идет полным ходом дело о разбирательстве причин взлома учетной записи на твиттере регуляторы сек из-за которого произошел памп энд дамп так что определенно нас ждет много интересной информации и дальнейших развитий событий связанных с этим человеком гэри генслером и на этом наш выпуск подошел концу и какие бы темные личности не портили этот рынок я желаю тебе замечательного трейдинга прекрасного вечера и до встречи в следующем выпуске в следующем выпуске